11.06 Кирова. Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Здравствуйте. Сегодня мы говорим на тему от переработки мусора до вакцины от гриппа, на чем могут заработать кировские биотехнологи. И в гостях у нас сегодня генеральный директор биофармацевтической компании «Нан Олег» Михаил Некрасов. Здравствуйте, уважаемый ребят, слушайте. Зам.министр промышленной политики Кировской области Артем Нопин. Здравствуйте. Оговорился Олег Прохоренко, мы ждали Максима Кочеткова, но у него срочное совещание. И ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Здравствуйте. И директор Ассоциации промышленный кластер биотехнологии Сергей Толстоборов. Здравствуйте. Мы обещания выполняем, которые дали нашим слушателям в феврале месяце, в начале февраля, когда здесь же, в этом эфире, в «Развороте на бизнес» говорили о том, что будет осуществлен визит в Санкт-Петербург по обмену опытом строительства биотехнологических фармацевтических кластеров. И эта поездка, этот визит в Санкт-Петербург в Ленинградскую область состоялся 26-27 февраля текущего года. И практически вот каждый человек, кто здесь присутствует, в Питере были. То есть очевидцы событий нам сегодня расскажут, что они увидели, с кем повстречались, насколько их впечатлил питерский опыт, и самое главное, что из него мы можем применить на вятской земле, что нам необходимо для того, чтобы лучшие, да, качественные какие-то вещи, которые уже реализованы в Ленинградской области, прижились на нашей земле и дали нам какой-то серьёзный экономический эффект. Ну, начнём мы с Михаила Сергеевича Некрасова, гендиректора биофармацевтической компании «Нанолек». Потому что «Нанолек», на мой взгляд, поправьте меня, если не права, все коллеги, это такой драйвер, который, вот, провоз практически, который двигает, не хотел сказать, тащит, но надо сказать, двигает всё-таки. Идея создания кластера в Кировской области, уже не идея, уже состоявшийся факт. Состоявшийся, все документы уже подписаны в Минэкономразвитии? Ну, да, наша компания, биофармацевтическая компания «Нанолек» активно приняла участие в создании промышленного биотехнологического кластера. Основная задача, которого кластер – это развитие биотехнологий в Кировском регионе. И поэтому для меня было, в первую очередь, интересно понять, как всё-таки происходит финансирование подобных кластеров в других регионах. Ну, вот Санкт-Петербург, да, всё-таки они уже давно занимаются этими вопросами. Ну и второе, увидеть те предприятия, которые занимаются биотехнологиями, это тоже было для меня интересно. То есть для вас некоторые вещи тоже были в новинку? Ну, конечно, потому что, создавая кластер, понятно, что мы понимаем свою стратегию, куда мы движемся. Но, тем не менее, те кластеры, которые, например, скажем, созданы в Питере, нам интересно было с точки зрения понять, как они развивались. То есть, чтобы нам не изобретать велосипед, а взять какие-то уже наработанные вещи и притворить их уже в Кировском регионе. Чтобы вопрос не повис в воздухе, всё-таки мы зарегистрированы как кластеры теперь в Минэкономразвитии РФ или нет ещё пока? У нас ситуация такая, что регистрация кластеров занимается администрация Кировской области. Но я знаю, что были предприняты все усилия со стороны Артёма Алексеевича, который здесь находится. Он, собственно говоря, занимался этим вопросом. А давайте у него и спросим. Да, конечно. Вот я думаю, что у него и нужно спросить, потому что была проделана колоссальная большая работа, и в этом случае надо отдать должное администрации Кировской области, которая приняла активное участие в создании этого кластера. Артём Нопин, заместитель министра промышленной политики Кировской области. Так мы уже кластер или ещё пока в стадии регистрации? Тут изначально небольшая поправочка. Мы идём не по линии Минэкономразвития, а по линии Министерства промышленности и торговли. Кто-то меня в прошлый раз тоже поправлял, но мне казалось, что я сейчас исправилась. Хорошо. Разница в том, что мы входим в реестр по 779-му постановлению, и на данном моменте заявка находится на регистрации, на проверке практически уже в заключительной степени. Сколько это может занять максимум времени? Ну, чтобы не соврать, я думаю, в апреле мы войдём уже в реестр. Что нам даёт вхождение в реестр кластеров? Мы сможем получать деньги из федерального бюджета по 41-му постановлению на реализацию совместных проектов участников кластера. Я предлагаю это отложить, потому что наша сейчас задача немножко выяснить от участников вот этой поездки в Питер впечатление, те предприятия, которые посетили, и ощущение пользы работы кластера. Хорошо. Мы видим, вот сейчас программа поездки в Санкт-Петербург у нас перед глазами. Мы видим, что в ходе поездки была осуществлена и встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с губернатором Санкт-Петербурга. Полтавченко. Стоялась встреча? Встреча была закрыта. Мы не знаем, что там происходило. Но Игорь Владимирович обещал в ближайшее время прийти на интервью, мы его расспросим лично. А нас интересует больше, конечно, то, что последовало после обеда, это взаимодействие с региональным инженеринговым центром в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций. Был визит в Государственную химико-фармацевтическую академию. И вот это, наверное, история про наш вуз, Валентина Николаевича. Что вы там увидели, какой интересный опыт почерпнули и, может быть, сразу какой опыт будете внедрять у себя? Ну, во-первых, по поводу общей такой конвы, общего настроения визита. Я не первый раз участвую в официальных делегациях Кировской области, правительства Кировской области в другие регионы. И хочу сказать, что такого организованного, тёплого, радушного приёма, который в данном случае мы наблюдали в Санкт-Петербурге, я такого не помню. Что, наверное, лишний раз показывает, что у правительства Кировской области и личного губернатора есть большой авторитет, большие связи и влияние. Поэтому это очень позитивно сказывается на том, как относятся к делегации Кировской области. Это во-первых. Во-вторых, по совокупности впечатлений, которые я увидел, могу сразу сказать, что, конечно, меня очень впечатлило, насколько систематически, слаженно и организовано все участники развития биофармацевтического классера Санкт-Петербурга взаимодействуют между собой. То есть правительство, профильный, ну, опорный, можно сказать, отраслевой вуз, различные департаменты, законодательная власть, министерство правительства Санкт-Петербурга. Вот эта команда, управляющая компания, которая, собственно, руководит развитием этой территории, на конкретной территории, где размещаются резиденты и организации. Они друг друга понимают с полуслова, видно, что они работают единой командой, видно, что у них давно решены вопросы, как взаимодействовать между собой с внешними контрагентами в виде инвесторов, федерального правительства, различных министерств федеральных. Всеми участниками процесса, от кого зависит принятие решений, постановлений, льгот на федеральном уровне и так далее. То есть, они выступают, очевидно, единой командой, которые давно договорились между собой, составили план действий, схему взаимодействия и вот таким дружным командам, просто как танк, едут в заданном направлении поставленных целей. И у них прекрасно получается за те 8-10 лет, сколько они занимаются. Во-первых, очень хорошо, что там определенная стабильность, и люди не сильно, я так понимаю, за эти годы поменялись, во-первых. Во-вторых, они за эти годы настолько продвинулись в вопросах проработки различных схем, опробовали их, обкатали, наверное, набили шишек, потому что мы такие тоже вопросы там задавали, с чем столкнулись и так далее. В результате у них получилось просто вот идеально слаженно, как часики, работающая машинка, которая выдает результаты. Прервуем сейчас на полминуты, и хотелось бы узнать, какие вопросы коллегам задавали. Продолжается разворот на бездна. С от переработки мусора до вакцины от гриппа на чем могут заработать кировские биотехнологи? Задаем мы вопросы нашим слушателям тоже, и разместили мы этот вопрос также на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте проголосовало сейчас 42 человека. Разные варианты мы придумали близкие людям для понимания. На первом месте, как вы думаете, из ответов на лекарства от рака, вакцине от гриппа, омолаживающих инъекций, производстве бактериологического оружия и переработки городского мусора, какой ответ, как вы считаете? Переработка мусора. Правильно. 68% горожан говорят, что на переработке городского мусора. Это очень горячая сейчас тема, конечно, для Кировской области, но, может быть, мы ее тоже затронем в ближайшее время. Итак, судя по тому, что сказали наши гости, поездка в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, в особую экономическую зону Нойдорф по обмену опытом произвела серьезные впечатления. Ну и Михаил Сергеевич Некрасов, гендиректор Нонолек, сказал, что главное, что нужно было выяснить, как работают механизмы, в том числе и финансирование, экономические механизмы, где найти денег на дальнейшее развитие, как можно взаимодействовать с частными инвесторами, с федерацией. Потому что, в общем, кластерная политика, которая у нас сейчас перед нами лежит документ, развитие кластеров фармацевтической отрасли России до 2020 года, она тоже вроде подразумевает какую-то государственную поддержку, но как мы с Олегом не копались в этой истории? Да, про финансы там почему-то не было. Мы не смогли найти, что там про финансы, про поддержку. Совершенно верно. Что там про финансы, про кооперацию? Очевидно, что синергетический эффект, когда несколько предприятий объединяются, используют одну инженерную систему, коммуникации, поддержку административного аппарата, чиновничьего, поддержку науки и так далее. Он всегда дает о себе знать. А что государство делает для этого, мы не очень понимаем. Так вот, что вы увидели в Санкт-Петербурге. Давайте зададим этот вопрос Артему Нопину, заместителю министра промышленной политики Кировской области. Чем впечатлились, Артем Алексеевич, что сразу захотелось привезти сюда в Киров, чтобы у нас тоже был рывок, толчок к развитию? Конечно, обмен опытом это всегда очень положительно сказывается. Приехали, увидели, захотели так же. Это хорошо. Ну, тут не стоит забывать, что единственным акционером технопарка Санкт-Петербурга является субъект Российской Федерации, город федерального значения, сам Санкт-Петербург. Мы, конечно, идем немного по другому пути. Мы пытаемся в основном привлечь финансирование на наш кластер из федерального бюджета, не регионального. Тут как раз идет 41-е постановление правительства. Деньги, в принципе, выделяются вплоть до разработки конструкторской документации на импортзамещающие какие-то лекарственные препараты, также на приобретение технологической оснастки к оборудованию, уплату процентов по лизингам, по кредитам. Это федеральные деньги, которые идут в случае, если мы кластер. Да, если мы войдем в этот реестр по 779-му, мы можем на них претендовать. Как-то прозвучало интересно, что только те проекты, которые в связке, то есть в кластере образуются, не самостоятельно предприятий, а когда есть вот эти связи. Что это значит? Это значит, должны появляться какие-то новые стартапы или совместные в кооперации какие-то новые разработки и производства? Весь смысл, да, как раз в кооперации идет между... Основное требование вхождения в реестр является кооперация внутри участников кластера не менее 20%. Должны взаимодействовать, строить технологические цепочки. Михаил Сергеевич, то есть на нолег объединиться с АВАРУС и вместе что-то будут производить или как? Ну вот коротко, все-таки действительно нас сравнивать с Санкт-Петербургом сложно, потому что все-таки это регион тяжеловеса, у них финансы другие. Меня что удивило, что они всю свою программу по работе с кластером поставили на региональных деньгах. Но мы же понимаем, что в Киевской области другие возможности, и мы правильно сделали, как Артем сказал, что основной упор сделали на федеральные деньги. И чем, собственно говоря, для нас был выбор в пользу промышленного кластера, потому что эти кластеры, они по остановлениям правительства Российской Федерации хорошо расписаны в постановлении 779, в котором деньги уже запланированы на 19, на 18, 19, 20 и последующие годы. Они есть уже в бюджете. В этом случае нам только нужно представить свою программу, войти в реестр этих промышленных кластеров, представить свою программу и уже под эту программу получить эти деньги. То есть вот если дальше мы будем говорить, я могу сказать, что вакцина Гриппа – это первый претендент культурально, это новая технология, которая претендует как раз на гранды из этого бюджета. И у нас никаких сомнений нет, что уже в 2018 году мы деньги подразить этого проекта получим. Вот чем здесь это постановление и почему промышленный кластер. Хорошо, что мы сразу уже понимаем, какие деньги есть, целевые проекты. О каких суммах может идти речь? Ну смотрите, здесь так, все, кто вошел со всех регионов, кто вошел в этот реестр, на сегодняшний день я не помню точно, но где-то уже за 20 этих промышленных кластеров зарегистрировано, кто вошел, на всех выделяются средства в этом году где-то около 600 миллионов, а в 2019 году 800 миллионов и в 2020, опять же, если не меняют память, где-то уже за миллиард. То есть вот эти деньги, если мы представляем уже выполненные какие-то мероприятия, которые были финансированы, там так, финансируя сначала из своего бюджета, затем те государства эти деньги восстанавливают. Ну вот такой порядок. Вот для нано-лека конкретно это серьезное будет вливание, и что это позволит, какую цепочку вызовет, какую реакцию? То есть вам компенсируют средства? Ну конечно, вы понимаете, на разработку лекарственных препаратов это очень дорогостоящий процесс, и в этом случае бюджет нано-лека просто не выдержит много разработок, которые позволяют нам и разрабатывать инновационные препараты. Именно нужны дополнительные средства, и мы видим, это же не только-только для нано-лека, там у нас есть много других предприятий, которые входят в этот кластер, и они точно так же могут под свои проекты претендовать на выделение этих средств. Ну мы уже для себя понимаем, что в этом году те средства, которые нам будут выделены, мы на базе Кировской области, ну скорее всего, наверное, на ВИАДГУ, мы будем создавать лабораторию, которую мы видели в Санкт-Петербурге, который нам позволит начинать разработку, производство антигенов для новой культуральной вакцины гриппа. А в Санкт-Петербурге, Валентин Николаевич, кто ведет НИОКР? Там есть тоже лаборатория при вот этом профильном вузе, или это отдельный институт какой-то? Да, значит, смотрите, как там полу... Там очень интересно у них взаимодействие сделано. Каждый участник процесса занимается своим делом. То есть правительство занимается вопросами инфраструктуры и административной поддержки. Они нашли в непосредственной близости от города большой земельный участок, там десятки гектар. Они обеспечили все инфраструктуры, там электричество, вода, дороги, там все коммуникации. Они обеспечили принятие на федеральном уровне постановления правительства по приданию статуса этой площадке особой экономической зоне. Они обеспечили целый букет налоговых преференций, льгот и других дополнительных бонусов для тех, кто туда придет. То есть это сделало правительство на себя. И назначили очень профессиональную, хорошую управляющую компанию, которая ведет оперативное управление всей инфраструктурой. Ну и пригласили инвесторов зарубежных и российских, которые туда пришли. В качестве резидентов. В качестве резидентов. Дальше. Санкт-Петербургская фармацевтическая академия. Она достаточно похожа на ВИАДГУ с точки зрения того, что... Они еще более, они только этим занимаются. Они занимаются только фарм-направлениями подготовки, биотехнологии и все, что с этим связано. И, соответственно, они обеспечили очень такую системную, качественную подготовку специалистов по направлениям и профилям этой тематики. Далее. Они предложили создать на своей базе инжиниринговый центр, где как раз происходят научные разработки и тематики. Но не только они. Потому что часть резидентов, которые работают в этой зоне, они также... Кто-то сразу приступил к производству, а кто-то инвестировал деньги и создал инфраструктуру персонал, которые занимаются очень дорогими, очень сложными, но на самом высоком мировом уровне научными разработками лекарственных препаратов уже не на базе академии, хотя академия снабжает и очень активно взаимодействует с этим. Каждый занимается своим делом. Притом, вот смотрите, как получается. Пришел инвестор, у него сразу появляется куча технических, методических, научных, технологических задач, вопросов. И они, соответственно, обращаются к профильному вузу. Соответственно, возникает внутри кластерная взаимокооперация, взаимозаказ ниров, работ, услуг. Деньги между ними, так упрощенно говоря, активно циркулируют. И вуз на этом зарабатывает. И вуз на этом зарабатывает. Вуз за счет этого имеет возможность приобретать самое современное оборудование, обеспечить конкурентную зарплату, ну и так далее, и так далее. То есть он живет полнокровной жизнью, плюс там целый ряд форм. Вот я больше всего вопросов задавал, а что делает, а что сделало правительство для того, чтобы все участники процесса имели по сравнению с другими регионами более комфортные условия. Они раз, два, три, четыре, пять перечислили. Региональное правительство. Ну, Санкт-Петербург, да. А что делают резиденты, какую роль играют, и как они помогают, чем они отдают правительству, и как они вовлекают вуз и так далее. Ответили на эти вопросы. Дальше в вузу спрашиваю. А что вы вложили, и что вы получили? Грубо говоря, мы попытались для себя набросать такую схему взаимодействия. Получился такой паук, знаете, там большое количество встречных, диагональных, горизонтальных и вертикальных стрелочек, но которые показывают, что вот они вот все переплетены взаимными услугами, работами, консультациями, помощью, административной поддержкой, взаимно наигрыванию. И благодаря этому получается, что все участники процесса друг другу помогают, защищают, и за счет этого выиграют всячески разные, получают конкурентные преимущества. Притом, чем лучше и дольше они в таком формате работают, тем вот эта связка получается все более конкурентоспособной на фоне других регионов, где вот они не достигли такого уровня взаимодействия. И это приводит к различным синергетическим эффектам. То есть я так понимаю, что кроме того, что финансовая обеспеченность работы вот всего этого комплекса со стороны правительства Санкт-Петербурга происходит, они еще снимают все возможные бюрократические барьеры? Безусловно. Безусловно. Профильный зам губернатора, который занимается этим вопросом каждый день, он настолько глубоко погружен в эту тему, он знает всех участников процесса, ему не надо объяснять, что без сильного вуза, без поддержки, без помощи, ему всяческими способами дальше двигаться не будет. Ну, например, вуза и всех участников процесса. И он прекрасно понимает, где нужно. Если появляется конкурс Минпромторга, значит, вся эта команда наваливается кучей, распределяя между собой обязанности, чтобы победить в конкурсе Минпромторга. Объявляет конкурс Минобр для вузов по созданию различных инновационных инфраструктур. Вся эта команда наваливается, Академия выигрывает сотни миллионов рублей по этой линии. И в результате получается, что финансирование всего этого кластера идет со всех возможных каналов. Это министерства федеральные, это инвестиции, это частные какие-то заказы, и так далее, и так далее. И все это в общий котел, где они там между собой давно договорились, кто какую работу выполняет, и то, какие средства получает. И это, конечно, было очень интересно. Да, Артем Алексеевич, чувствуете, да, какой объем работы предстоит для того, чтобы все эти ниточки в этой паутине заработали, да, в одном месте дернул, остальные сразу же отреагировали. Мы сейчас об этом поговорим после короткого перерыва. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Сейчас просим. Что нас сравнивать? Мы понимаем, что там-то им, конечно, попросим. Так, мы в эфире. Михаил Сергеевич Некрасов. Михаил Некрасов сейчас звучал. Обращаюсь к Валентину Николаевичу Пугачеву. Перечислю еще всех наших участников. Михаил Некрасов, гендиректор биофармацевтической компании «Нанолег». Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Сергей Толстобров, директор Ассоциации промышленный кластер биотехнологий. И Артем Нопин, заместитель министра промышленной политики. И с нами на связи Дмитрий Чагин. Дмитрий Чагин, директор организации «Медико-фармацевтические проекты». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Рад слышать всех своих современников из города Кирова. Да, очень приятно, что вы вышли с нами на связь. И вот только что, буквально в перерыве, мы говорили о том, что такое биотехнологический кластер, стоит ли объединяться, регистрироваться и какие деньги мы каким образом получаем. Где надо регистрироваться? В Минэкономразвитии или в Минпромторгия? Где искать деньги? Главный вопрос для биофармацевтической отрасли. Как вы решали этот вопрос, Дмитрий? Ну, вы знаете, у нас просто, конечно, была прекрасная историческая ситуация в Санкт-Петербурге. Потому что, если мы говорим о том, что вообще у нас в Петербурге сосредоточено порядка 12% всей науки, то около 50% науки именно в сфере фармацевтической деятельности именно находится в Петербурге. И у нас, если вот мы сейчас говорим о понятии кластерных технологий и подходов, то раньше в добрые советские времена это называлось научно-производственное объединение с элементами сервисных компаний и то, что непосредственно примыкало вот к такому большому промышленному и научному когломерату. Поэтому здесь, когда был объявлен конкурс Министерства экономического развития на инновационные территориальные кластеры, мы подали заявку, было 300 заявок, отобрали 100, и в результате постановления правительства Российской Федерации попало 14 инновационных кластеров. Мы называемся кластер медицинской фармацевтической промышленности и радиационных технологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вхождение в кластер со стороны Министерства экономического развития дало нам возможность привлечения, в первую очередь, софинансирования по двум программам – поддержка малого и среднего предпринимательства и программы инновационных территориальных кластеров. Там различные соотношения, но, как правило, конечно, большие суммы предоставляют федеральные центры. Именно для выполнения совместных проектов, которые мы обозначаем как кластерные проекты. Вы знаете, сначала я думал, что будет очень сложно объединить компании, потому что понятно, что многие компании профильные имеют где-то схожие портфели успеха, где-то одинаковые направления. Но мы сумели, конечно, всех объединить и вокруг регуляторики, потому что в области фармацевтической деятельности, именно биофармацевтических кластеров, конечно, мы потихонечку вытесняем иностранные компании, которые в течение 20 лет присутствовали на рынке. Дмитрий Алексеевич, вы имеете в виду лоббистские какие-то вещи, которые позволяют на законодательном уровне ограничивать импорт, например? А у нас сегодня в Петербурге, вот конкретно наш Союз, это то, что позволяет говорить о правильном и грамотном лоббировании именно отечественных компаний. У вас в Кирове есть блистательная компания «Нанолека», она является членом нашей ассоциации. То есть два с половиной года тому назад именно наш Союз, медико-фармацевтические проекты 21 век, получил предложение в полном составе войти как такое ядро основное в ассоциацию фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. И мы уже, наработав вот весь этот материал, о котором я вам говорю в течение предыдущих семи лет, грамотно стали развивать уже все те же самые компетенции, но в рамках уже единого сформированного рынка Евразийского экономического союза. Вы знаете, что вышел закон о промышленной политике. В рамках закона о промышленной политике существуют рекомендации о создании промышленных кластеров. Я вообще очень признателен, что у нас начались такие интересные этапы взаимодействия с регионами. И в рамках вот визита наших друзей, а я смотрю, что сейчас в студии у вас представлены все те специалисты, которые посетили Санкт-Петербург. И это вот Инопин Артем Алексеевич, и, разумеется, Некрасов Михаил Сергеевич, и Пугач Валентин Николаевич, и Толстобров Сергей Сергеевич. И все эти вот как раз ученые, специалисты, они были в рамках обмена опытом. Георгий Сергеевич Полтавченко, Сергей Николаевич Мавчан, профильный вице-губернатор. Мы вот все встречали наших друзей и рассказали, как у нас получилось это, то есть какой был опыт. Кстати, Валентин Николаевич сказал, что нигде больше так не встречали, как в Питере наши делегации. А вы знаете, потому что изначально была правильно поставлена задача. Задачу поставил серьезный бизнес. У нас точно так же, потому что вот то, что делаем мы для региона, когда к губернатору, к профильному вице-губернатору обращаются компании, предлагают реализовывать те или иные проекты. Вот в нашей сфере медицины, фармацевти, радиационные технологии мы, безусловно, выступаем как ведущие эксперты. Потому что, ну согласитесь, в рамках правительства Кировской области, Санкт-Петербурга, очень сложно даже со стороны профильных комитетов сразу вот как-то определиться в специфике предлагаемых проектов. А, как правило, это проекты, которые нужно или реализовывать в особых зонах, или давать какие-то преференции со стороны региона. Надо понимать, за что вы это даете, насколько это нужно для региона, и самое главное, насколько это нужно для России. И вот мы постарались это все выстроить. Поэтому здесь как раз основной посыл был со стороны компании «Нанолек», которая является центром притяжения создания кластера. У нас ведь все то же самое. Любой кластер, который создается, он должен иметь две основные составляющие. Это бизнес-промышленный блок и вопросы науки. Вот то, что у нас был Пугач Валентин Николаевич, это как раз и является абсолютно правильным решением кластерного подхода. У нас в центре, в Санкт-Петербурге, находится химико-фармацевтическая академия. И Наркевич Игорь Анатольевич. И вот химико-фармацевтическая академия, как узница кадров. У нас даже сейчас мы ведем большой, серьезный проект по профессиональному отбору. Если сейчас будут запущены в Петербурге все проекты, именно в нашей области, у нас уже 300% нехватка новых перспективных кадров. Поэтому сейчас мы начинаем работу уже со школами. Нам передано в Петербурге порядка 20 школ, где мы открываем медико-биологические классы. Более того, многие профильные кафедры в Санкт-Петербурге располагаются в лабораториях бизнеса. И здесь как раз Монолек будет являться прекрасной показательной структурой, в рамках которой можно открыть действующую лабораторию для обучения студентов. У нас несколько кафедр так открыто. Кафедра рекомендации белков в особой экономической зоне Нойдорф. Это компания Биокат. Это направление, связанное, кстати, с вакцинами. Другая кафедра, которую еще хим-фармакадемия открыла у нас. И здесь, когда ребята приезжают на тот же Биокат, они видят вчерашних выпускников, которые вчера закончили хим-фармакадемию. Они говорят, сколько они зарабатывают, какие перспективные проекты, какие социальные пакеты, какие возможности. Вы можете студентам много что говорить в рамках занятий, но когда они встречаются с такими же выпускниками, которые хорошо закончили вуз, и говорят о том, как они трудоустроены, и какая перспектива на ближайшие 10 лет, это является очень серьезной основой. Поэтому в Нонорек поедут работать специалисты, и люди будут возвращаться из Серовска, которые могут учиться и там дальше, и приезжать в Петербург. Здесь мы отработаем в рамках подписания соглашения на экономическом форуме все стороны нашего содружества. Это будет и промышленная основа, и научно-образовательная основа, и кластерные подходы, и возможности влиять на законодательство. Мы же очень многие законы меняем, и в рамках субъектов тоже. У нас есть понятие стратегических инвесторов, стратегических инвестиционных проектов, стратегических партнеров. И вот все это как раз и была инициатива со стороны кластера. Мы являемся лоббистами отечественной фармацевтической отрасли вместе с научно-образовательными учреждениями. Спасибо, Дмитрий Чагин, директор некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты 21 век. Санкт-Петербург». Благодарим за включение. Ну, Дмитрий все разложил по полочкам. Начиная со школы, заканчивая... Мы продолжим эту историю, потому что очень важно еще обсудить, какое именно соглашение планируется заключить на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Валентин Николаевич, ну, знаете, так сказали, что такое ощущение, что если мы будем сотрудничать в этом направлении, и если отрасль в Кировской области будет развиваться, то на ВУЗ ложится очень большая нагрузка по подготовке кадров. У вас и сейчас есть два отделения, которые готовят кадры для этой отрасли. Ну, посмотрите, Санкт-Петербург на школы замахнулся. Что он сказал? 20 школ взяли и открыли профильные классы. 20 школ с профильными классами. А у нас? Ну, у нас, конечно, не столько профильных классов. У нас по каждому направлению подготовки их там одна-две. Единицы. Единицы. Ну, просто у нас направлений больше, чем у Санкт-Петербургской фармацевтической академии, потому что у нас есть профильные классы по педагогике, по химии, по биологии, по биотехнологии и так далее. Поэтому у нас их тоже более 20, но они все разные. Какие в УЗИ сейчас направления есть, которые готовят кадры для биотехнологов? Смотрите, смотрите, вот, мне кажется, нам времени очень мало. Самое важное... У нас есть еще один час. Мне, к сожалению, нет. Да, Валентин Николаевич, поэтому вам слово. И, наверное, у моих коллег тоже. Смотрите, тут мы видим замечательный пример, как это сделано в Санкт-Петербурге. Достичь такого уровня, мы прекрасно понимаем, то, что они прошли с их ресурсами финансовыми, административными, лоббистскими и так далее за 10 лет. Понятно, что нам такого уровня достигать придется гораздо дольше времени или гораздо больше сил придется приложить. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий, нам необходимо двигаться. Как нам развиваться? У нас должно количество участников процесса и объем их работы должно удваиваться, утраиваться ежегодно. Для этого, ну, хочу сказать, что на примере компании Nanolig. Как только появилась такая компания как Nanolig, Avarus, в добавлении к тем биотехнологическим предприятиям, которые были, мы сразу почувствовали резкое увеличение возможности развивать это направление. Это и НИРы, это спонсорская помощь, методическая помощь, заказ на специалистов. Сразу же обратной связью пошло увеличение желающих учиться по этим направлениям. У нас появилась перспектива, что мы стали понимать, что если мы будем развивать эту инфраструктуру, она будет востребована. Соответственно, нам необходимо, мы понимаем, сейчас нужно увеличивать количество обучающихся по этим направлениям подготовки. Соответственно, абитуриенты должны получить, школьники сейчас должны получить четкие сигналы, что это направление, это профессия будущего, специальности по этим направлениям будут востребованы перспективно и будут им давать возможность получать достойные зарплаты, делать карьеры. Мы сейчас можем это сказать? Да. Родителям тех школьников, которые сейчас выпускаются. Мне бы хотелось, что мы об этом будем говорить понятно, что для вуза будет сделано ясно, лаборатория как минимум появится. Конечно, а в том-то и задача кластера, чтобы нам сделать на базе того же ВИАТГУ лабораторию, где студенты не просто теоретически могут обучаться, но они придут в эту лабораторию и своими руками будут делать какие-то процессы, связанные с разработкой или производством лекарственных препаратов. Вот в чем задача. И там же мы планируем сделать ВИВАРИ, потому что это была вся технологическая цепочка, воспроизведена, должна быть в лабораторных условиях на этом вузе. ВИВАРИ – это испытание. С одной стороны студенты учатся и приходят уже готовыми специалистами на наше предприятие, а с другой стороны это позволяет база развивать, разрабатывать лекарственные препараты не только на НОЛЕКУ, но и другим нашим участникам кластера. Вот в чем задача. В школу пойдете? А в школу мы уже пошли. С кем сотрудничаете? Перерыв. Я хотел бы напомнить, что у нас в этом году прошла очередная Олимпиада для школьников по химии и биологии с участием, при модерации компании «Атома Варус», например. Да, но о ней очень просто мало говорилось в СМИ. Мы сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Валентин Николаевич, я так понимаю, нас покидает? Или есть еще один час? Нет, нет. Потому что мы продолжаем через 20 минут. Часа нет? А.